Всем доброго вечера! Минуточку мы еще ждем, и в 7 часов вечера по грузинскому времени мы начинаем наш эфир, посвященный картам здорового психотерапии. Да, приветствую тех, тех, кто появляется. У нас с вами вместе будет час, и мы с вами будем говорить о картах здорового психотерапии. Ну что, уже время? Поехали! Это проект, который называется «Ты не один», и это проект, который появился благодаря пандемии. Да, это так называемый плюс-минус. В пандемии, конечно, нет ничего хорошего, но так как мы люди создания адаптивные, мы даже из плохого стараемся извлекать что-то хорошее. Наша Кавказская Ассоциация Телесно-Ориентированных Психотерапевтов в период самоизоляции, в продолжающийся период пандемии решила создать проект «Ты не один», который поддерживает людей в этой непростой стрессовой ситуации, и психологи, психотерапевты из разных стран проводят эфиры на разные темы. Так как я тоже психолог и специалист по психотерапии, сучредитель котов, я тоже периодически выхожу в эфир. И сегодняшняя моя тема – это работа с карпинами второго психотерапии. Давайте представлюсь, я не вижу зрителей, не знаю, кто сейчас вот в прямом эфире смотрит, и кто потом будет слушать запись. Меня зовут Ирина, Ирина Соловьева, я психолог, я живу в Москве, при этом я из мультикультуральной семьи, у меня и российские, и грузинские корни, поэтому я причастна к грузинским проектам, являюсь учредителем Кавказской ассоциации телесно-ориентированной психотерапии. Мы с грузинскими коллегами всякое разное интересное для вас проводим. Я много обучалась психотерапии разным направлениям, в том числе о работе с символами и в том числе о работе с картами Таро. К картам Таро у меня достаточно давно был интерес, и в какой-то момент он перешел в обучение, в работе с картами Таро в психотерапии, и в работу клиентскую. Сразу же поговорю, я не гадалка, я не эзотерик, я именно психолог, что называется плевик, это сленговое обозначение психолога, работающего в поле, то есть психолога-практика, да, у меня есть практика индивидуальная, групповая, и с картами Таро я работаю исключительно в профессии. Есть эзотерический подход к Таро, я к нему отношусь с уважением, просто я в него не погружена. И есть подход психологический, психотерапевтический. Давайте сразу же поговорим, в чём принципиальная разница. Ключевая разница в чём? В будущее можно заглядывать только в эзотерическом подходе к картам Таро. В психотерапии мы с вами изучаем, исследуем только настоящее. Дальше. В эзотерике можно узнавать про кого-то вовне, про кого-то другого, да, ну вот из серии «Как ко мне относится Вася, думает ли обо мне Петя» и так далее. В психотерапии карты Таро исследуются только, используются исключительно только для исследования, собственно, мира. То есть, нет, ах, вот как ко мне относится Петя, думает ли обо мне Вася, да, а почему вот интересно для меня так важно, как ко мне относятся Петя и Вася, почему я одновременно думаю о Пете и о Васе, да, почему для меня так вот важно узнать именно про их позицию таким образом, да, то есть это самоисследование. Таким образом в психотерапии, в психологии ответственность всегда возвращается самому человеку. То есть ты не узнаешь, ты узнаешь не про других, ты узнаешь про себя, про свой внутренний мир, да, что с тобой происходит, вот, ну и, конечно, различаются тогда те техники, да, тот инструментарий, который используется эзотериком-торологом и который используется психологом-психотерапевтом. Да, это разные, так сказать, ну, приемы, да, и техники. Вот карты Таро, наверное, это одна из таких заряженных тем, мало кого она оставляет равнодушным. У кого-то, это, знаете, прям такой ажиатаж Вау, карты Таро, как мне интересно, интересно. У кого-то эмоционально заряженные негативные отношения, фи, карты Таро, это гадание, там, я не гадаю, я в такое не верю, я выше этого. Вот, ну, неважно человеку относится положительно или негативно, человек относится эмоционально заряженно. То есть, это тема, привлекающая, приковывающая внимание. Почему? Да, и почему из разных гадательных систем именно карты Таро стали такой системой, интересной для многих? Примерно сто лет назад картами Таро заинтересовался Юнг, Карл Густав Юнг, и он предложил именно психологический подход к картам Таро. Он заговорил о том, что в картах Таро есть архетипическая символика, наши бессознательные имеют определенные уровни, слои, есть уровень индивидуальный, например, что именно для меня означает этот символ, что именно для меня означает солнце. И, может быть, я вспомню о том, что однажды в детстве я видела восход, вот у меня рано утром там разбудила мама и показала мне восход солнца с балкона. Это вот личная индивидуальная ассоциация, и для меня тогда солнце может ассоциироваться с каким-то новым, интересным таким опытом, или с детством, такая ностальгия по детству. Вот, есть уровень бессознательного культуральный, что в какой-то конкретной культуре, ну, вот бог солнца Ра, да, бог солнца Ерила, вот, а есть уровень глубины архетипический, он универсален для всех, то есть неважно, какого мы возраста, там, пола, социального уровня, в какой точке планеты мы находимся, мы одинаково воспринимаем этот символ. Например, на архетипическом уровне солнце означает хорошего родителя, да, это родитель, который дает, питает, скрывает, это универсально для всех. Также и карты Таро содержат универсальную архетипическую символику. Если эта колода не сильно отошла от колоды классической. Ну, что касается истории Таро, очень много там слухов, версий, там, да, в том числе мистических, там, и близко, там, и пришли к нам из Атлантиды, занесены инопланетянами и прочее. Вот, ну, про такие версии сейчас говорить, там, угадать не будем, да, скажем только про факт, что первая документированная, достоверная, зафиксированная колода Таро, это средневековая колода, да, то есть карты Таро достоверно ведут с начала и средневековье. Про предшествующую историю никто ничего точно пока не знает, доказать не смог. Вот, колоды Таро перерисовывались, были разные вариации, и, наверное, самое большое распространение, да, я тут изготовила для вас стопочку колод сегодня, да, чтобы у нас не только теория, а практика еще была. Вот, Таро Райдера Уайта, такая классическая колода, она была создана в начале 20 века, и относительно недавно она была перерисована итальянским художником Робарто Д'Анджелесом, и появилась более тонкая такая изящная прорисовка, да, вы видите. Вот этот вариант Таро Райдера Уайта в прорисовке Д'Анджелеса нравится мне больше всего. Вот, когда Юн говорил о классической, о арбархетипической символике, он имел в виду именно классические колоды. В дальнейшем появилось огромное количество других колод, вот покажу вам некоторые колоды, которые я люблю, Таро Сирен. Посмотрите, тут картиночки такие подводные. Ну, вот, кстати, про Солнце поговорили, да, Арканда 19-й Солнце появился. Вот, что еще вытягивается? Ага, да, влюбленные. Угу, 6-й Арканда, да, влюбленные. Вот, это такая нежная колода, я ее использую чаще в работе, там, со сновидениями, с фантазиями. Например, есть, да, среди современного многообразия колод, Таро Магия Наслаждения. Это такие откровенно эротизированные картинки, очень красивые. Кто знает, есть еще Таро Монара, вот, но Таро Монара, оно более такое, ну, темное, более жесткое, да, что называется в нем больше. Агрессия – это вариант более такой нежный, и, на мой взгляд, более нейтральный. Вот, можно использовать для исследования любовных сценариев, да, отработки именно этой темы. Вот, если колода Таро очень далеко отошла от классических вариантов, я в магазинах вижу, там, Таро, пираты Карибского моря, по мотивам японских аниме и так далее, а там архетипической символики, скорее всего, уже нет. Поэтому мы с вами будем исследовать варианты, вот, классические, да, то есть, те варианты, да, которые являются именно классическими. Вот, итак, структура колоды Таро – это 78 карт, из которых 22 старших аркана. Старшие арканы, то есть, это самые главные карты, и когда Юнг исследовал карты Таро, то он говорил об архетипической символике именно в старших арканах. Остальные фигурки и сюжеты, они тоже интересные. Среди младших арканов есть такой раздел 16 фигурных карт, фигурные карты. Это карты, на которых изображены фигуры, мужчины и женщины. Вот, и это вариант, который очень хорошо можно использовать, например, для исследования мужских и женских архетипических образов. Там именно мужские и женские фигуры изображены. Несколько лет назад в издательстве «Авалон Скорабео» вышла моя книга, которая как раз посвящена фигурным картам Таро, работа с фигурными картами Таро в психотерапии, мужские и женские архетипические образы. Как в психотерапии можно работать с картами Таро? И диагностические, и терапевтические. Диагностические, то есть смотреть, что резонирует, что откликается. Это то, что вы будете делать сегодня. Я буду показывать вам картинки, вы будете смотреть, насколько с вами резонирует или нет, а я буду рассказывать про символику психологическую. Можно в открытую рассматривать, можно тащить в закрытую, и это так называемая синхрония, или иначе синхронизация переводят. Юнг обозначил этот процесс именно так. Это не случайные случайности. То есть нам кажется, что что-то случайное, мы случайно вытащили эту карту, но на самом деле это не случайно. Вы можете в комментариях написать, если кто-то хочет, чтобы я вытащила за него карту. Есть возможности исследовать какие-то конкретные вопросы, например, любовные сценарии, самоидентификацию, движение по жизненному пути. А я сегодня в нашей с вами встрече предлагаю поисследовать движение по жизненному пути. Один известный торолог, юнгианец Хайо Байнсков, его книги переведены на разные языки, в том числе на русский язык. Он писал книги, в том числе книгу, которая называется «Путь героя». Он рассматривает старшие, в соответствии с юнгианской традицией, он рассматривает старшие арканы как путь героя или движение личности. 22 аркана – это 22 задачи, через которые мы, люди, должны проходить на своем витке спирали в жизни. Но главное, да, это не значит, что когда мы достигаем последнего аркана, жизнь закончена. Нет, виток начинается, новый виток. Жизнь движется по спирали. Итак, нулевой аркан, именно нулевой, а не первый – это шут или дурак. Это то, с чего начинаются наши жизненные задачи, с решения куда-то двигаться. Что мы здесь видим на рисунке? Это шут, это дурак. Юнг – один из архетипов, так и называл архетип дурака. Наивность есть у архетипа ребенка. Это архетип, который связан с креативностью, с чистотой восприятия, с наивностью. Это так называемое мастерство профана, когда человек не знает, что что-то сложно, поэтому смело на какие-то сложные задачи решается, и обычно у него все получается. Здесь на картинке фигурка идет вдоль края пропасти, и может даже казаться, что это опасно. Но рядышком есть собачка, которая защищает. Это наш внутренний голос интуиции, который помогает нам в сложных, опасных ситуациях, который нам говорит о том, что все хорошо, все хорошо и все нормально. Посмотрите на эту картинку. Если она вам нравится, возможно, это та задача, которая для вас сейчас в жизни актуальна. Если она вам не нравится, то это задача, которая вам еще предстоит в будущем, но она не на настоящем этапе. Итак, это креативность, это импульс к чему-то новому, это обнуление. Посмотрите на эту картинку. Это первый аркан маг. Как резонирует, откликается ли вам? Что мы здесь видим? У мага здесь все четыре стихии, все четыре масти собраны воедино, их символика. И он в руках держит такой вот как магический жезл. Этот аркан отвечает за самостоятельность, за ответственность, за возможность взять свою жизнь в свои руки. Это аркан, который имеет номер первый. То есть для движения по жизненному пути нам нужна самостоятельность. Это то, что связано, например, с процессом сепарации, когда мы отделяемся от родителей или от других авторитетных фигур и уже не перекладываем на других ответственность за себя. Это карта, в которой есть свобода. Маг может делать любой выбор, но он сам несет ответственность за свои выборы. Так же и в жизни. Выбирай что угодно, что хочешь, но ты сам потом будешь нести за это ответственность. Посмотрите еще раз. Если вам эта картинка очень откликается, резонирует, значит сейчас у вас задача самостоятельности. Взять свою жизнь в свои руки. Итак, мы взяли жизнь в свои руки, движемся дальше по жизненному пути. И это второй аркан, который называется Жрица, или иначе Папеса. Это один из символов нашего глубинного, бессознательного, нашей интуиции. Ведь чтобы идти по жизненному пути, нам надо очень хорошо быть в контакте с собой. Очень хорошо прислушиваться к голосу интуиции. Обратите внимание, здесь есть и белая колонна, и черная. Вот как в жизни есть и день, и ночь, и очень важно не оценивать, хорошо это или плохо. На уровне глубинного и бессознательного нет представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Все так, как есть. Итак, контакт, кому нравится эта картинка, откликается, да, и для того актуален контакт с глубинным, бессознательным сейчас. Третий аркан – это императрица. Это архетип матери. Вот кому нравится эта картинка, для кого она актуальна. Для этого человека сейчас актуальна тема материн. Да, для мужчин тоже. Это может быть про собственное материнство, да, и на самом деле каждый из нас – универсальный родитель. Это как в женщине есть женская и мужская часть, в мужчине есть мужская и женская часть. В каждом из нас есть и внутренняя материнская часть, и внутренняя отцовская часть. Вот, тот, с кем резонирует эта картинка, на которой очень много символов плодородия, символов природы, да, архетипический мать природы, да, матушка-земля – это действительно мать. В самых разных политоистических религиях богиня-земли – это женщина, потому что мама. Вот, для кого актуальна эта картинка, отрабатывается сейчас архетип матери. Актуально – деторождение, забота о других, да, такие материнские функции, напитывание других, вот. А, возможно, пришла пора встретиться в внутреннем образе, образом матери, и подумать, в каких вы отношениях со своей матерью, с образом вашей матери, которая живет внутри вас, и он может отличаться от матери реальной, да. Ага. Четвертое – аркань, император, а это уже после образа матери, какой образ идет? Образ отца. Постарайтесь почувствовать резонанс, насколько вам откликается образ отца. Если эта картинка вам понравилась, то у вас сейчас отрабатывается архетип отца, это отношение с вашим отцом, да, с мужчинами старшего возраста и с собственной отцовской частью. За что отвечает отец? За выстраивание границ, за рациональность, то есть если мать любит безграничное, бесконечное, эмоциональное, то любовь отца более разумна, более ограничена, да, условна, вот, и на данном этапе жизни для вас важны границы и важна рациональность, да, то есть важно больше слушать свою логику, да, а не интуицию. И Ральфант на пятый аркан. Еще немножко посмотрите, да, откликается вам эта картинка, не откликается. Какая задача, да, архетипическая, вот здесь, для того, кому откликнулась эта картинка, да, важно понять внутреннюю систему ценностей и правил. Вот есть правила внешние, а есть правила внутренние. Ну, поэтому, например, есть уголовный кодекс, да, есть суд, судья, есть суд присяжных, да, и вот это, ну, есть внутренняя правда, которая может отличаться от закона, то есть по закону это так, а по внутренней правде это может быть по-другому. Вот, это внутренняя система ценностей, она очень важна для людей, которые находятся в каких-то токсичных, нездоровых ситуациях, например, попадают там в сообщество, в котором принято брать взятки, например, да, или нехорошо себя вести, и люди нередко начинают полезависимые перекладывать ответственность, говорят, ну, все воруют, поэтому я тоже ворую, ну, все так поступают, поэтому я тоже так поступаю. Вот, а человек, у которого отрабатывается эта задача, человек, у которого внутри вот это сильный, этот аркан, да, вот эта часть бессознательная, это человек, который не поддается на искушение и следует за своей внутренней правой. Итак, давайте повторим те шаги, которые мы делаем, да, вот арканы не случайно идут именно в этой последовательности, Юн говорил о том, что эта последовательность не случайна. Итак, нулевой аркан появляется импульс к движению, новая идея, мысля, как говорится. Маг, я буду сам выбирать, куда я иду, и я сам буду отвечать за то, что у меня тогда получится. Иду любой дорогой, но я сам тогда отвечаю за то, чем эта дорога закончится. Дальше, второй аркан. Мне нужна интуиция, да, жрица. Третий аркан, императрица. Я отрабатываю архетип матери, да, материнскую фигуру. Четвертый аркан отрабатываю отцовскую фигуру. Мне нужен голос разума. И пятый аркан. Я ориентируюсь на внутреннюю систему ценностей. Тогда появляется шестой аркан. Посмотрите, пожалуйста, на эту картинку. Вы в комментариях можете писать, кому что откликается, не откликается, если что-то уточнить, к чему-то вернуться, чтобы у нас было живое общение такое. Вот такая картинка, да, аркан. Влюблённые, да. Аркан разделён на две части. Это бельвейский сюжет. Адам и Ева. Это выбор. На этот шестой аркан, на этот шаг, это внутренний выбор. Выбор, который должен делать сам человек. Все главные женщины, жизненные выборы, да, мы должны и в партнёрских отношениях, и вообще мы должны делать сами, самостоятельно. Вот когда человек идёт по жизненному пути, если в каких-то рэперных, да, ключевых важных точках он прислушивается к чужим советам, он позволяет за себя решать, какую профессию выбрать, где жить, там, с кем вступать в брак, иметь ли детей, вот когда, пора или ещё нет. Вот, если человек слушает других, то он потом может заплатить очень большую цену, потому что ключевые решения жизни надо принимать самому, посоветовавшись, да, посоветовавшись. Как восточный мир, у него там куча визирей, он с ними со всеми советуется, отдельно с верховным визирьем, потом сам принимает решение. Вот, это архетип Витязь на распутье. Это выбор. Если для вас резонировала эта картинка, для вас важна отработка партнёрских отношений, анимо-анимус, да, архетипов, мужчины и женщины, да, как они внутри взаимодействуют, и это точка жизни, в которой нужно делать правильные выборы внутренние. Выборы, особенно связанные, вот, ну, с движением, с какими-то глобальными вопросами из серии «Куда идти мне дальше?». И появляется тогда следующий аркан, седьмой аркан, клесница. Смотрите на картиночку. Насколько она вам близка, насколько она с вами резонирует. Мы видим, да, изображена колесница, она запряжена двумя сфинксами, чёрным-белым. Нам нужна наша светлая часть для движения вперёд, её ресурсы. Нужна наша тёмная часть, да, наша теневая часть, нужны её ресурсы, чтобы двигаться вперёд. Для кого срезонировала эта картинка, для того в жизни актуально именно движение вперёд. Не надо стоять на месте, не надо отдыхать. Если вы остановитесь, это будет застой. Когда мы останавливаемся в движении на жизненном пути, мы заболачиваемся, наша жизнь превращается в болото. Если человек не идёт по своему жизненному пути, классика депрессия, психосоматика, зависимость, да, то есть получается такое болото. Поэтому важно двигаться вперёд, вперёд и вперёд. Что нужно ещё? Восьмой аркан, на восьмом аркане, на этой картиночке, изображено всегда приручение какого-то животного сильного. Лев в колоде райдера, ну, где-то там медведь, дракон, да, вот что-то такое силовое. Вот, значение, мы сами приручаем свою внутреннюю силу, это архетип внутренней силы. Архетип внутренней силы тесно связан с внутренним архетипом воина. Что такое правильное приручение собственной силы, овладение ей? Это когда ты силу используешь для защиты, для защиты себя и для защиты тех, кто дорого, используешь справедливо. Если внутренняя сила используется неправильно, то тогда внутренний воин становится агрессором, деструктором. Тогда вместо того, чтобы защищать, мы нападаем, мы совершаем насилие, да, становимся абьюзерами. К сожалению, в большинстве случаев человек даже не понимает, когда он совершает насилие, как это говорится, причинить добро, да. Вот, поэтому очень важно чувствовать свою силу, владеть ей. Какие у нас бывают ошибки, да, когда мы осваиваем архетип силы, в восьмом аркане. Ошибки, если мы злоупотребляем силы и становимся агрессорами. Ошибки, если мы не на то направляем. И ошибка, если мы отказываемся от своей силы. Вот человек, отказавшийся от своей архетипической силы, это человек, который отказался от своего внутреннего воина, отказался себя защищать. Это жертва, это сценарий жертвы. Поэтому обратите внимание еще раз на восьмой аркан, да, это контакт с внутренней силой. Вот, чтобы приобщиться к какой-то из этих тем, достаточно просто смотреть, да, на эту картинку, на этот аркан, да, и вы будете насыщаться. Поэтому, если вам не хватает силы, да, защищать себя, защищать других, защищать правильным образом, не будучи при этом, да, абьюзером, вот, то можно смотреть на этот аркан и просто им подпитываться. Вот через символику эта карта имеет силу, да, и она наполняет, подпитывает наши бессознательные. Итак, на восьмом шаге мы с вами подпитались силой. Давайте пойдем на девятый шаг. Посмотрите, пожалуйста. Девятый аркан это отшейник. Эта фигура, мы видим, она обращена в себя, да, в закрытых одеждах обращена в себя, и есть фонарь, ну, или свеча в некоторых колодах, да, это как символ внутреннего огня. Что это означает? Это уединение с целью познания собственных ресурсов. Уединение, которое не побег от мира, да, я боюсь мира, поэтому я объявляю себя самодостаточным и прячусь в свою коробочку. Нет, это ложь, да, это, собственно, ложь самому себе, собственно, ложь. Вот, правильная реализация архетипа, правильное, да, выполнение задачи этого шага, это уединяться, погружаться в себя, такой период интроверсии, погружения в себя. Для чего? Для самоисследования самодостаточности. Послание этого аркана все, что тебе нужно, уже находится внутри тебя. Все, что тебе нужно, уже у тебя есть. Вот, вы знаете, бывают домохозяйки, которые каждый день покупают все новые, новые продукты, старые портятся, они их выбрасывают, покупают новые, новые, обычно переживая, ой, у меня в холодильнике ничего нет, пойду в магазин покупать новые, при этом даже не заглядывая в холодильник. Вот, нередко в жизни мы бываем такими же домохозяйками, у нас много ресурсов, а мы их не знаем, их не используем. Так что, обратите внимание, еще раз, да, это картинка, если она для вас сейчас актуальна, откликается, да, вы резонируете с ней, значит, ищите ресурсы в себе и самодостаточность. Десятый аркан, колесо фортуны, ага, колесо, которое вертится, вертится, да, колесо судьбы. Но, важно понять, что это колесо вертим мы сами, да, в жизни есть случайности, да, но обычно мы сами создаем случайности и сценарируем свою жизнь. Как это происходит с психологической точки зрения? Это больше ста лет назад объяснила теория доминанта, доминанты нашего соотечественника Ухтамского. То есть, у нас была какая-то травма, да, или какое-то, вот мы услышали там послание, убеждение, мы в это поверили, у нас возникает определенная доминанта в головном мозге. И уже исходя из этого, наше восприятие становится выборочным, мы обращаем внимание на что-то конкретное. И тогда, в соответствии с этим, мы свою жизнь сценарируем. То есть, есть люди, у которых стакан наполовину пуст, есть люди, у которых стакан наполовину пол. Да, кто на что обращает внимание, делает акценты, вот, и тогда начинает к себе притягивать, своей жизни разворачивать. Вот, если вам резонирует эта картиночка, то пришло время брать свою жизнь в свои руки и вот понимать, что из того, что происходит в вашей жизни, это не случайность, а именно ваша ответственность и ваши сценарии. Отделить это давно от другого. Да, бывают случайности в жизни? Бывают случайности. Вот, но очень часто звучат собственные сценарии. Постарайтесь, да, если вам актуальна эта картинка, постарайтесь найти, какие у вас сценарии в вашей жизни актуальны. Одиннадцатый аркан правосудия, судьба. Почувствуйте, резонируйте ли вы с ним, откликается ли он вам. Это справедливость. Если эта картинка сейчас откликается, то вам важно, чтобы в жизни был восстановлен баланс. посмотрите на весы, да, которые там есть. Вот, на них, да, этот судья взвешивает. И меч, если что, меч покарает, то есть все по справедливости. Вот, если для вас актуальна сейчас эта картинка, срезонировала, значит, это время, когда в жизни важно наведение порядка, так сказать, и справедливости. Подумайте об этом, да, в каких сферах вашей жизни, как это происходит. Ну, иллюстрацией здесь может служить одна притча, когда к Будде приходит ученик и говорит, о, учитель, мне причинили зло, скажи, как мне ответить? Мне ответить добро? Будда отвечает, нет, ученик, разве ты просветленный, тебе причинили зло, как ты можешь ответить добро? Ученик говорит, ну, тогда мне на зло ответить зло, и Будда ему отвечает. Ученик, если ты на зло ответишь злом, это увеличит количество зла в мире. Ученик в растерянности говорит, Будда, да, дорогой товарищ Будда, что мне делать в этой ситуации? Будда ответил, отвечать всегда надо по справедливости. Вот, это картинка про это, отвечать всегда надо по справедливости. 12 аркан, повешенные, да, мы видим, вверх ногами висит человечек. Если мы будем подвешены вверх ногами, мы увидим все то же самое, но по-другому. Это нестандартный взгляд на жизнь. Если вам откликается эта картинка, пришла пора пересмотреть привычное, да, и нестандартно подходить ко всему вашей жизни. То есть новый взгляд на старое. Обратите внимание, повешенного подвесили, да, это архетип жертвы. Архетип жертвы нехороший, неплохой, нет хороших и плохих архетипов. Есть правильное и неправильное раскрытие архетипа, реализация. Неправильное раскрытие архетипа жертвы, это когда ты жертвуешь собой чрезмерно, это нарушает баланс, это плохо для тебя и для других. Правильная жертва, когда ты жертвуешь только то и в таком количестве, что ты можешь это сделать, да, сознательно, и ты понимаешь, почему ты это делаешь. Например, родительство всегда включает в себя жертвенность. А в родительстве обязательно реализуется архетип жертвы, вот, ну, потому что родители ущемляют свои интересы, ставя на первое место интересы ребенка. Если для вас актуальна эта картинка, вы можете подумать еще про то, чем вы жертвуете в своей жизни, в каком количестве, есть ли баланс, то есть, когда вы что-то отдаете, жертвуете чем-то, что вы берете. Возможно, этот баланс нарушен, нарушен в любую сторону, может, вы мало берете, может, мало отдаете, я не знаю, вы себя знаете лучше, каждый человек сам по себе эксперт. Следующий аркан, с которым мы встречаемся, тринадцатый, это аркан, который называется смерть. Почувствуйте, резонирует ли он вам, может быть, он вам нравится, да, для многих звучит пугающая смерть, вот, но на самом деле это такой же аркан, такой же архетип, как все остальные, все имеют право быть. Вот, что такое смерть, это трансформация. Смерть символически означает безразвратное завершение чего-то. Вот, это не как смена времен года, да, которая все время повторяется, а смерть, после которой не будет того, что было до этого. Арканов старших 22, это тринадцатый аркан, то есть серединка, экватор. Она подчеркивает, что если идти дальше, ты прощаешься с прошлым, прощаешься навсегда. Мы с вами были детьми, в детство мы не вернемся, мы можем пытаться залезть в детскую одежду, кушать детскую пюрешку, вспоминать детство. Вот по факту детьми мы от этого не ставим, потому что детство наше прошло давно, в взрослой жизни, в прошлой жизни букварь прочло, как в песне. Есть вот такие безразвратные потери, завершения, и у многих людей бывают проблемы с тем, чтобы что-то завершать. Это обычно маркер незавершенности сепарационной ситуации, то есть неотделенности от родителей. Поэтому что-то завершить и чего-то отказаться, это как потерять родителя, это страшно, это как быть одному, невозможно. Здесь помогает то, что герой в своем жизненном пути прошел уже половину, и уже у него есть и опыт, и ресурсы. Это помогает отпустить прошлое и идти смело в будущее. Если резонирует эта картинка, значит, вы сейчас находитесь в трансформации, что-то в вашей жизни завершается. И радуетесь тому, что открывается что-то новое. Вот если мы не прощаемся со старым, новое открыться не может. Пока ты старый чай не выльешь из чашки, новый свежий чай ты не нальешь в эту чашку. Поэтому важно со старым прощаться. Только тогда открываются возможности для нового. Четырнадцатое. Аркан это умеренность. Мы видим, что герой, ангел в данном случае стоит одной ногой на суше, другой в воде в таком балансе и переливает, переливает, переливает. Это если вам резонирует эта картинка, говорит о том, что у вас сейчас спокойный период в жизни. До этого был аркан смерть, трансформация. Это было сложно, тяжело. Сейчас время расслабиться, просто отдыхать, просто делать спокойно то, что ты делаешь. Ничего не менять, все хорошо. И тогда можно перейти к так называемому третьему ряду, который начинается с 15-го аркана дьявола. Еще один аркан, который часто вызывает отклики. Внимательно посмотрите на него. Это архетип тени, это встреча с тенью, дьявол, прикованные, два персонажа. Мы узнаем персонажей из 6-го аркана, это Адама и Ява, мужчина, женщина. Обратите внимание, на самом деле они не прикованные, они на цепи, но они могут ее сюда снять, они не снимают. Наши тени это наши собственные желания, искушения, теневые эмоции, вот все подавленное, подавленное, подавленное. То, что мы в себе не хотим видеть, подавляем, оно становится тенью и может взять над нами власть. Означает, что наша тень может взять над нами власть только тогда, когда мы ей это позволяем. Помните сказочный сюжет, когда тень выходит из-под контроля, советская экранизация с Далем в главной роли, очень хорошая экранизация по сказке Шварца, но на самом деле это сказка до Шварца, он просто ее превратил в сценарий. Магические слова, тень знает свое место, это то, что мы должны сказать своему архетику тени. Пока мы закрываем на него глаза, не видим, говорим, это не про меня, у меня этого нет, я никогда не злюсь, во мне нет зависти, мы не такие люди, мы никогда нет. Когда мы не видим в себе тень, она разрастается, и потом мы уже вынуждены с ней встречаемся, когда она берет на нами власть. Вот если для вас сейчас актуальна эта картинка по отклику, как вы эмоционально, телесно резонируете, вот визуально, как вам откликается изображение, если для вас это актуально, сейчас, значит, вы отрабатываете тень, пора встретиться своей теневой стороной, что вам в себе не нравится, что вы в себе не признаете, произвести внутреннюю перепись, так сказать. Следующее, шестнадцатый аркан, падение с башни, вавилонская башня, сюжет, когда люди из гордыни строили, строили эту вавилонскую башню, и так как вели себя неправильно, то за этим в гордыне, хотели до небес построить башню, то за это поплатились. Это отработка гордыни, это отработка нарциссизма, который есть у каждого человека. признаки этого сравнения постоянно себя с другими, неважно я лучше или хуже, я себя сравниваю, это неправильно. Она правильно понимает, что все люди разные, все люди такие, какие они есть. Если наш нарциссизм, наша гордыня стремится поднять нас выше, 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 потом произойдет падение. Когда человек очень нарциссичен, у него возникает так называемая ложная селф, самообман. Когда у него какое-то представление о себе, из серии «Я великий певец, я сейчас запишу ролик для ютуба, я сразу прославлюсь на весь мир». Говорит его о гордыне, его, возможно, некогда ранен нарциссизмом, хочет компенсироваться таким образом. Есть ложная селф, «Я великий музыкант, я сейчас понесу миру свет своих песен». Ложная селф, и ложная селф рано или поздно раскалывается о реальность. Человек может написать песню, выложить на ютубе, окажется, что никому это не интересно, не важно, что он не гениальный певец, хотя себя представлял именно таким. Что здесь важно, какой выход в контакт с реальностью и не оценивание. Не оценивание нарциссизма в нездоровой форме подразумевает оценивание «Я лучше, я хуже, просто я такой, какой я есть». Идем дальше. Семнадцатый аркан, звезда, вифлиенская звезда, звезда, которая указывает путь. Это символ надежды и постановки цели. Только после того, как человек по-настоящему узнал себя, а по-настоящему узнать можно себя, только отработав свою тень, встретившись с ней, только после этого человек может поставить цели. Потому что прежде, чем понять, куда мне идти, нужно понять, кто я такой. Первый вопрос, кто я. И тогда можно понять, куда я иду. Вот. Что здесь важно? Идти за своей целью, за надеждой, что бы ни происходило, даже если это непросто. Что в движении к цели очень часто бывает непросто. когда говорят человек со сложной судьбой, я задумываюсь, а бывают ли люди с легкой судьбой? Есть ли человек, который может про себя сказать, о, я человек с легкой судьбой? Вряд ли у каждого были свои какие-то сложности, да, важно сохранить надежду, движение к цели, но только если это действительно твоя цель. Пример упорством для меня писатель Жорж Семенон, вот автор повестей про комиссара Мегре детективных, прежде чем напечатали его первую повесть про Мегре, Жорж Семенон сорок раз носил в разной издательстве эту руку, то есть только сорокового раза напечатали, и на данный момент Жорж Семенон является одним из самых читаемых французских авторов, франкоязычных авторов, один из самых известных, читаемых там наряду с Александром Дюма и так далее. 18-й аркан, он тоже очень интересный, обратите внимание, в Луне такое лицо, это отработка теневого стороны матери, вот ребенок видит лицо снизу вверх, и лицо матери как солнце, как луна, даже то ли это солнце, то ли это луна, что это, огромное такое лицо, которое над тобой нависает, вот, и это теневая сторона матери, теневая сторона своей души, да, еще одна встреча с тенью, с тем материалом, который мы когда-то получили в наследстве, здесь могут быть семейные, родовые сценарии, мы видим дорогу, которая идет вдаль, да, моя ли это дорога, да, после звезды, действительно ли это моя дорога, очень хорошая возможность задуматься об этом перепроверить, и девятнадцатый аркан солнца, видите, ребеночек на белой лошади, радуется, светит солнышко, это и наш внутренний ребенок, и, да, солнце, это хороший принимающий родитель, это уже позитивная сторона внутреннего родителя, это внутреннее солнце, и что еще солнце, это наша истинная салф, наша сущность, да, вот мы прошли через тернии, это девятнадцатый аркан, путь почти закончен, да, и можно уже встретиться с собой настоящим, и встреча с собой истинным, каким бы ты ни был, да, это всегда радость и ликование, и вот это наше истинное салф, да, наше внутреннее солнце, оно всегда с нами, внешние ресурсы, они как мед, вот он есть, вот его нет, а внутренние ресурсы, они остаются, и вот это наше истинное салф, оно отвечает за нашу целостность, да, про это помните, и в сложные моменты жизни вы прям можете брать девятнадцатый аркан, солнце на него смотреть, смотреть и напитываться тем ресурсом, который несет через архетипическую символику в себе вот этот старший аркан. Двадцатый аркан, это суд, это подведение итогов, да, страшный суд, это то, что мы должны устраивать сами, не дожидаясь, да, Армагеддона, страшный суд должны устраивать мы сами себе, временами подводить итоги, да, делать выводы, что здесь важно, когда ты сам себе судья, делать это, вот, не переживая, 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 ой, вот я не такой, то не то, это нет, а делая выводы, да, не как вот возможность там предаться скорби, да, самуничижению, а делать выводы, не ой, я виноват, какую ошибку я совершила, а в чём была моя ответственность, в чём именно я ошибся, какие выводы я могу сделать. И тогда наступает завершение пути, 21-й аркан, мир. Это целостность, это целостность не только внутренняя, как было в 19-м аркане Солнца, это целостность ещё и во взаимоотношениях с миром, я сам целостен, являюсь частью целостного мира. Обратите внимание, фигурка, она имеет границы символические вокруг себя, мир, другие персонажи, все четыре стихи, символы, всё собрано в едино. Это полная целостность. Когда мы целостны и правильно встанем, мы правильно общаемся, взаимодействуем с миром. Нередко клиенты к нам приходят с вопросом, как провести такой-то разговор, чтобы он был успешным, деловые переговоры или в личном конфликте. Можно что-то прояснить. А дело в том, что не бывает универсальных коммуникативных схем, формул, как мне провести разговор, чтобы он был в положительном ключе, там всё закончилось так, как хочется. Бывает только правильное состояние, в котором можно быть во время разговоров. Если в жизни у вас что-то не складывается, может быть, подумать, в каком состоянии вы тогда находитесь, пребываете, и гармонизировать своё состояние. Итак, мы с вами прошли очень большой путь, 22 аркана, 22 жизненные задачи, которые нужно решать. Это только маленький-маленький краешек. Вот про работу с картами Таро можно говорить много. Я провожу семинары, двухдневные семинары, где мы подробно, развернуто, прям всё-всё-всё разбираем. Каждый аркан, прямо символы и так далее. Ну, хочется вам рассказать про ещё одно событие, про символы, где можно узнать побольше. 5 июля наша Кавказская Ассоциация Телесно-Ориентированных Психотерапевтов организует марафон сновидений и фантазий. На нашей странице в Фейсбуке есть подробная информация, сделан отдельный ивент. Вот в онлайн-формате весь день с утра до вечера будут выступать разные спикеры, которые будут рассказывать про сны, про воображение, про фантазии. Будет очень интересно. Моя тема была выбрана не мной, а вами, пользователями Фейсбука. По итогам голосования победила тема сексуальных фантазий. Так что 5 июля на марафоне сновидений и фантазий я буду рассказывать про сексуальные фантазии. Наш проект «Ты не один» проходит 3 раза в неделю. Это вечер понедельника, вечер среды, вечер пятницы. Все время разные спикеры, разные темы. Все это открыто, бесплатно. Все это для вас. Я надеюсь, что мое сегодняшнее выступление было вам чем-то интересным, полезным. Вы что-то из него для себя взяли. Вы можете купить колоду Таро, которая вам нравится, или просто находить картинки в интернете. И исследовать свое состояние при помощи арканов, напитываться ресурсами определенными, глядя на них. И больше понимать, что происходит во внутреннем мире. Ну и в завершении хочу еще раз показать ту книгу мою по Таро, которую я показала вначале. Работа с фигурными картами Таро в психотерапии. Это работа с 16 фигурными картами. Мы с вами сегодня говорили про старшие арканы. Это фигурные карты Таро. Эту книгу вы можете при желании найти в интернете. Спасибо вам большое за внимание. Можно писать комментарии. Когда вы будете смотреть в записи, комментарии тоже можно будет оставлять. И будет очень интересно с ними ознакомиться. Спасибо вам большое за внимание. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok